Малышей Учить школе, учить школе, учить школе Школа – начало всех начал. Это источник жизненной силы, доброты и духовной красоты. В течение 20 лет родным домом для нескольких поколений учеников и учителей является школа 76. В 1995 году в городе Лесном на улице Юбилейной появилась школа новостройка. Современное трехэтажное здание с куполом зимнего сада и башней обсерватории, стадионом и большим пришкольным участком. Большую роль в открытии и становлении школы сыграла Тетерина Людмила Ивановна, заслуженный учитель Российской Федерации. 20-летие школы – это повод вспомнить, с чего все начиналось. Решение о проектировании школы новостройки было впервые принято от 14 января 1985 года Исполкомом Городского Совета. Началом строительства можно считать разрешение на проведение земельных работ под фундамент осенью 1989 года. В связи с тяжелым финансовым положением вновь строительство началось в 1993-1994 году. Начинала работу с начальником СМУ-5 Резниченко Валерием Васильевичем и главным инженером Пупоревым Анатолием Борисовичем. Им особая благодарность за профессионализм и любовь к работе строителя. Затем строительство продолжало СМУ-2 начальник прущак Виктор Афанасьевич. Благодаря напористости прущака Виктора Афанасьевича были жесткие графики, которые с трудом, но выполнялись. Низкий поклон строителям СМУ-6 начальнику Кожеватову Евгению Васильевичу, начальнику СМУ-5 Варикову Владимиру Михайловичу. Не считаясь со временем, Владимир Михайлович работал с нами буквально всю ночь перед первым сентября, чтобы сиял огнями актовый зал. С 2005 года школой руководила Лариса Михайловна Якимова. Образовательное учреждение имеет свое лицо. Безусловно, свое лицо есть и у школы номер 76. Изначально она отличается от всех образовательных учреждений прежде всего своей молодостью. Не могу не сказать и о очень хорошей материальной базе, которая сохраняется и развивается. Наше образовательное учреждение имеет спортивно-оздоровительный комплекс, который позволяет детям не только приобретать физические какие-то навыки, развиваться, но и оздоравливаться. Не могу не остановиться и на кадрах. Надо сказать, что учителя школы очень творчески подходят к своей профессиональной деятельности. Практически ежегодно 70% учителей повышают свою профессиональную квалификацию. Наша школа, наверное, отличается еще и тем, что здесь не только учат, но и учатся. Учатся все. Учатся совместной коллективной деятельности. Педагоги, родители, учащиеся. И вот это сотрудничество, безусловно, дает свой положительный успех. Сегодня каждый пятый ученик школы занимается научно-исследовательской деятельностью. Дети с удовольствием участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях. То есть наше образовательное учреждение – это тот храм, в который дети с удовольствием приходят за знаниями, умениями и навыками. Сегодня в нашей школе работает 71 педагог. 25 из них – это специалисты высшей квалификационной категории. 33 – первой. 13 учителей имеют правительственные награды и звания. Наши учителя – победители и призеры различных федеральных, региональных, муниципальных конкурсов и фестивалей. Наша школа – обладательница высоких наград. 2004 год – почетный диплом Министерства образования Российской Федерации среди сотни лучших школ России. 2007 год – победительница конкурсного отбора на грант президента Российской Федерации. 2012 год – награждена золотой медалью «Элита российского образования». 2013 год – победительница международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие». В 2013 году школа вошла в сотню лучших школ России. В 2014 году удостоена национальной премии «Элита российского образования». А в 2015 году за выдающиеся заслуги школа награждена Международной Академией развития образования Орденом Макаренко. Душой большого дела являются люди. В нашей школе много талантливых педагогов, самоотверженно любящих свое дело, беспокойно ищущих в своей работе новое, лучшее и отдающих много времени, духовных и физических сил детям. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если светитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. За время своего существования школа зарекомендовала себя как престижное учебное заведение. Сегодня школа номер 76 является образовательным и воспитательным пространством почти для тысячи учащихся. Мы предоставляем образовательные возможности обучения различным категориям учащихся, оптимально сочетая базовое, предпрофильное образование. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано коррекционно развивающее обучение, обучение на дому, дополнительные образовательные услуги. Жителям города школа предлагает оздоровительные услуги, уход и присмотр за младшими школьниками. В школе успешно реализуется программа «Одаренные дети». Больше половины ребят участвуют в олимпиадах, интеллектуально-творческих турнирах и конкурсах. НПК. Растет число победителей и призеров. Школьные научно-практические конференции проходят на высоком уровне. Независимыми экспертами в жюри являются социальные партнеры. Лучшие ученики становятся стипендиатами премий президента Российской Федерации, губернатора Свердловской области, главы администрации. А педагоги награждаются почетными грамотами и благодарностями. Школа гордится стабильно высокими результатами государственной итоговой аттестации выпускников. Ежегодно показатели их обученности и качества выше среднегородских. В соответствии с современными требованиями оборудованы учебные кабинеты, наглядные пособия, учебное оборудование, технические средства обучения, среди которых мультимедийные системы, интерактивные доски, два компьютерных класса, мобильные компьютерные комплекты. Субтитры создавал DimaTorzok В школьной столовой светлый, уютный обеденный зал. Вкусно и сытно кормят повара завтраками и обедами. Приветливо и ласково встречают детей в столовой. После уроков дети не спешат домой, ведь в школе созданы все условия для их самовыражения. Наша школа – центр развития открытой образовательной среды города, где реализуются коллективные творческие дела и социальные практики учеников. Субтитры создавал DimaTorzok С 2001 года в школе действует эколого-экспедиционный отряд. Под руководством Боровковой Анны Александровны учащиеся ведут научную работу в заповедниках и природных парках, в Висимском и Барбузинском, на Кандинских озерах, в Припышминских барах и Беловежской пущи. С 2006 года продолжает данную работу Елена Викторовна Гутникова. И сегодня вместе с Еленой Викторовной ребята продолжают совершать походы, экспедиции, экскурсии, участвовать в школьных и городских соревнованиях по туризму и ориентированию. За их плечами уже множество маршрутов, каждый из которых оставляет след жизни детей. Горный Алтай, загадочная Карелия, магический Байкал и, несомненно, родной Урал. Побывав там, ребята становятся как будто другими. Они учатся принимать в свое сердце частицу мира, которую хранят потом с особым трепетом. Пронесем мы через годы, все, что началось с игры, Наши тайные походы и веселые костры. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся, Он переполнен тайнами необычайными. В нашей жизни маршруты туристские, перепутанные, дальние, близкие. По какому маршруту, какому пути снова будем мы вместе идти? География наших экспедиций широка. Это заповедники, национальные парки, природные парки, Как на территории Урала, так и в других регионах России. В заповедной среде наши дети учатся наблюдать, читать книгу природы. Именно в экспедиции они понимают, что являются ее частицей. Каждый день в экспедиции, каждая экологическая тропа, Общение с научными сотрудниками, Волонтерская работа. Все это уроки доброты и нравственности. А значит, учат жить правильно. Взаимодействие детей с природой помогает им напитаться энергией, Облагородить, возвысить свою душу, Сделать ее более красивой, совершенной. Я убеждена, что такая форма, как экспедиционная деятельность, Когда соединяются воедино экологическое воспитание, Просвещение, со здоровительными мероприятиями, В естественных, природных условиях, Это сегодня актуально и востребовано. Узелок на память затяну потуже, На атласной ленте пройденных дорог. Мы по ней шагаем, мы ее утюжим, Не жалея сердца и усталых ног. Длинная лента, серый атлас, За горизонт убегает от нас, И узелками размечен маршрут. Нас где-то снова ждут. Благодаря усилиям Татьяны Владимировны Лобановой, На базе школы успешно функционирует биолаборатория, Которая погружает ребят в мир естественно-научных знаний. Волонтерский отряд «Добрые сердца» Руководитель Светлана Валерьевна Вертохина Шествует над городским домом ветеранов И посещает воспитанников детских домов Поселка Исф и города Нижняя Тура. Объединение художественного творчества Возглавляют Оксана Федоровна Демченко И Елена Анатольевна Черепанова. Благодаря их фантазии Жизнь школы расцвечивается яркими красками. А песни в исполнении хора учащихся Детского и учительского ансамблей Всегда создают особую атмосферу Любого школьного праздника. Интерес к песне много лет Поддерживала учитель музыки Елена Ивановна Булко. С 2000 года история школы Бережно хранится в школьном музее Его активистами и их руководителем Марины Васильевны Королёвой. Неотъемлемой частью жизни школьного уклада Является газета «Ритм». Координирует и направляет творческий процесс Создания школьного печатного издания Светлана Ивановна Поколяева. Цветочные клумбы, горки, Декоративные кустарники на школьном дворе, Множество живых цветов в кабинетах и реакреациях, Зимний сад – это результат работы Добрых рук ребят под руководством Татьяны Виндиктовны Юсуповой И Татьяны Михайловны Лапиной. Гордость школы – обсерватория. В ней юные интеллектуалы Вместе с Сергеем Николаевичем Безгодковым, Постигая тайны мироздания, Совершают научные открытия. Астрономические исследования ребят Высоко оценены на городских, Окружных, областных И российских олимпиадах и конференциях. В 2015 году В сотрудничестве с детским подростковым центром Начал свою работу Военно-патриотический клуб «Грифон». Спорту в нашей школе Отводится особое место. Это занятия волейболом, Баскетболом, Легкой атлетикой, Плаванием. Наши ученики Успешно защищают Часть школы номер 76 В спортивных соревнованиях Городского, Областного уровня. А подают им пример Учителя – Неоднократные призеры Городской спартакиады Работников образования. Ежегодно Команда школы Становится победителем Традиционной Легкоатлетической Эстафеты 9 мая И занимает Призовые места По итогам Городской спартакиады Учащихся и педагогов. Бывшая ученица Школы Ольга Глацких Стала чемпионкой Олимпийских игр В Афинах. Будущие по-разному входит в нашу жизнь. Иногда ярко и привлекательно, иногда незаметно, маленькими, неслышными шажками. И тогда мы просто не понимаем, какие изменения произошли. Но часто Будущее Врывается В нашу устоявшуюся повседневность. Именно так Будущее Ворвалось В нашу профессиональную жизнь Вместе с новым Образовательным стандартом. Мы были пилотной площадкой. Мы были Одними из первых, Кто понял, Что значит Составить конструкт урока ПАВГОС. Кто Впервые Окунулся В проблемы Организации Внеурочной Деятельности Младших Школьников. Кто Разобрался В особенностях Предметных, Метапредметных И личностных Результатов Обучения. Мы учили детей И постоянно Учились сами. Проводили Городские Стажировочные Площадки И окружные Семинары. Осваивали Интерактивные доски И составляли Новые Программы Впервые Привлекая К этому Процессу Родителей. Говорят, Что если Мы будем Учить детей Так, Как учили Вчера, То украдем У наших Детей Завтра. Думаю, Что ученикам 76-й Школы Это Не грозит. Можно Считать, Что будущее, Которое В лице Новых Образовательных Стандартов Встремительно Ворвалось В нашу Профессиональную Жизнь 5 лет Назад, Сделало Ее Яркой И вдохновило Учителей Начальной Школы На новые Профессиональные Дестижения Сегодня Можно С гордостью Сказать, Что Школа Номер 76 Является Одним Из лучших Образовательных Учреждений Города Лесной Растет Ее Популярность Бывшие Ученики Приводят Сюда Своих Детей Школа Это Важная Часть Жизни Тех Кто В ней Трудился Вчера И Трудится Сегодня Меня Часто Страшивают Почему Я вернулась Работать В свою Родную Школу Ответ В самом Вопросе Потому Что Это Моя Школа Подобно Тому Как Человек Возвращается К своим Корням К своей Земле Так Я Вернулась В родную Школу Наша Школа Светлая Чистая Уютная Я С радостью Прихожу Сюда Каждый День У меня Чудесные Ученики Замечательные Коллеги Профессионалы Своего Дела Особую Благодарность Хочу Выразить Левкину Татьяне Георгиевне Спасибо Что Открыли Для меня Удивительный Мир Немецкого Языка Школа Стала Моим Вторым Домом Источником Радости Энергии И уверенности В себе Здесь Всегда Найдешь Поддержку У родных Учителей Хочу Сказать Огромное Спасибо Моим Коллегам Учителям Словесникам А в Особенности Моему Наставнику Нине Владимировне Пашковой За помощь В начале Моего Профессионального Пути Впереди Нелегкий Путь Необходимо Продолжать Своё Развитие Совсем Недавно В ноябре Мы приняли Программу Развития На заседании Совета Школы Которая Определила Основные Направления Деятельности В ближайшем Будущем Это Уровневая Дифференциация Это Индивидуальная Траектория Учащихся Профилизация Классов Скорее всего Это будет Естественно Научный профиль Старших Классов Также Рассматриваем Вариант Преподавания Второго Иностранного Языка Начиная С пятого Класса Если будут Такие Запросы У родителей Хотелось бы Вместе с коллективом Мы успешно Преодолели Все преграды И решили Все сложные Задачи Которые Повстречаются На нашем пути Школа Номер 76 Это Дом Где Согреваются Сердца На любимую Школу Взгляну Я тихонько Присев Вот К нам И пойму Что тут Время Жало Все Такой Же Осталось Да Нам И все Так же Звенит Звонок И все Те Же Растут Цветы И все Тот же Детский Смет На площадке У Школы Звезды Школьные Годы Лучшее Время Мы Расстаемся Не навсегда Не навсегда Вернемся И Будет Гореть Наши Память И Школа Звезда Школа Звезда Путеводная Звезда Школа Звезда Путеводная Звезда До новых встреч В любимой школе